Часто возникающая ошибка при установке операционной системы Windows, которая не позволяет впоследствии завершить установку. Вы видите ее на экране. У любого человека возникает логическая цепочка в голове и, конечно же, в первую очередь хочется пойти и найти этот драйвер, а также скачать его. На самом деле качать его не нужно. На самом деле ошибка кроется совсем в других вещах. В этом ролике мы рассмотрим все аспекты решения данной проблемы от начала и до конца. В этой проблеме целиком и полностью виноват жесткий диск. Либо же его тип чтения установлен неверно, либо же неисправен сам жесткий диск. И это нужно проверить в первую очередь. На экране вы видите один из способов это сделать. Открытый BIOS меню. Для этого нам нужно найти приоритет выставления дисков и посмотреть, отмечен ли наш жесткий диск в этих приоритетах. Важно понимать, что все BIOS имеют различный тип и поэтому BOOT меню может находиться в разных разделах. Ваша задача найти этот BOOT меню, открыть его и убедиться, что там присутствует выбор жесткого диска. К примеру, вы видите на экране SATA HDD Toshiba. Это значит, что диск на месте. Если же подобной записи не будет, значит ваш диск не отображается, не читается. Причин этому может быть множество. Одна из них это отошедшие контакты, которые необходимо передернуть, либо же накрылся жесткий диск. Сейчас вы видите изображение, на котором жесткий диск не определяется. Для точной проверки определения диска нам необходимо загрузиться с установочной флешки Windows. И в меню выбора языка нажать SHIFT плюс F10. Должна открыться консоль. В консоли вы должны написать следующее. Во-первых, диск парт, а потом лист диск. Данные команды я оставлю в описании для копирования. После чего должен выпасть список ваших дисков. Как видите, на изображении отобразилась только флешка. Сам жесткий диск не отобразился. Вы бы это увидели и поняли бы по размеру. Там бы был отображен размер вашего диска. Но в данном случае его нет, только флешка. Если диск не отображается, открываем системный блок, находим SATA кабель, который идет от материнской платы к жесткому диску, отсоединяем его, также отсоединяем его и от материнской платы, чистим и ставим на место. Для убедительности можно поставить в соседний SAT-разъем на материнской плате кабель. Для убедительности запустите компьютер и послушайте, точно ли жесткий диск крутит, точно ли работает. Потрогайте его руками, идет ли хоть какая-то вибрация. Нам нужно убедиться в том, что жесткий диск жив. После этих манипуляций, зайдя в биос, мы можем увидеть такую вот картину. Диск появился. Это значит, что вам повезло и жесткий диск еще поживет. А возможно, вам вовсе не нужно больше переустанавливать операционную систему, так как диск заработал, и если это и являлось причиной того, что вы хотели переустановить операционную систему, в таком случае вам больше делать ничего не нужно. Операционная система заработает, которая находилась на диске. В противном случае вы знаете, что делать. Необходимо заменить жесткий диск. Но если мои методы проверки не дали вам уверенности, возьмите с другого компьютера жесткий диск и поставьте на свой, либо же сделайте наоборот. Возьмите этот жесткий диск и поставьте на другой компьютер, к примеру, у соседа. Также следующая информация будет важной для вас. Причины переустановки операционной системы ваша. Вы наверняка заметили, что ваша операционная система стала сильно-сильно тормозить. Открываются папки по несколько минут и так далее. Это и есть первый признак того, что жесткий диск осыпался. Если он определяется и все же у вас не получается нормально установить операционную систему, вы можете проверить его на битые сектора и полностью убедиться в том, что он убит. У меня есть это видео на канале, я скину ссылочку в описании. Если же ваш диск в полном порядке, а проблема все равно остается такой же, то есть некоторые методы по изменению типа чтения диска, что возможно вам и поможет. Это сейчас мы и проделаем. Первое, что мы сделаем при исправном жестком диске – это запустим BIOS меню. Перейдем в Security раздел и отключим здесь защиту Security Boot и Security Boot Disabled. Далее нам необходимо перейти в раздел Startup, найти здесь тип BIOS UF Legase и переключить с одного на другое, либо UEFI, если стоял Legase, либо наоборот, если стоял UEFI, ставим Legase. Не устану повторять, что все BIOS различны в зависимости от модели системной платы, поэтому ищите, где у вас находятся данные разделы. После переключения сохраняем и проверяем, не исправилась ли наша проблема. Если первый пункт не помог, переходим к следующему. Открываем Advanced Integrated Preferals и ищем здесь Onboard SATA Mode, то есть SATA Mode и переключаем с Right на Achi или с Achi на Right. Также сохраняем настройки BIOS и теперь проверяем, этот метод чаще всего помогает в этой проблеме. Делаем следующее, опять загружаемся в загрузочной флешке Windows, открываем консоль в разделе выбора языка путем нажатия Shift F10 вместе и вписываем следующие команды. Скажу из опыта, что все, что мы с вами проделали, уже на 100% должно было решить вашу проблему. Либо же это сломанный жесткий диск, либо же мы поменяли с вами тип диска, тип чтения диска. Именно поэтому проблема должна быть решена. Но если все же вам ничего не помогло из вышеперечисленного, то есть еще один способ, который в принципе относится немножечко к другой проблеме. Но он зачастую, периодически, тоже может помочь в решении данной проблемы. Проблема вообще этого способа выглядит так. У нас немножечко другая проблема, но мы тоже испробуем этот способ. Было такое, что данный способ тоже помог. Данные команды вы видите на экране. Вводятся они поочередно. И здесь сразу же хочу сделать важное замечание. Когда вы введете вторую команду, после этого не нужно торопиться. А дело вот в чем. На картинке вы видите два диска. Диск 0 и диск 1. Это оба жесткие диски. Но может быть такое, что один из них это ваша флешка. И обычно это диск 1. Не выберите случайно вашу флешку. Она будет иметь маленький размер и вы это увидите. Выбирайте именно жесткий диск. Обычно это диск 0. И тогда только продолжаете повторять третий пункт. То, что вы видите на картинке, то и должно получиться при вводе всех этих команд. Единственное, что здесь указано конвертирование в тип MBR. В первую очередь сделайте в GPT. И если не поможет, делайте все то же самое, всю процедуру, только в MBR. То есть вы должны поймать именно тот тип диска, который, точнее тип разделов диска, который поможет решить вам эту проблему. Это еще один из методов, который в принципе вряд ли вам пригодится, но все же. Все эти команды для упрощения задачи я также оставлю в описании для копирования. После всех проделанных процедур вы должны получить следующее окошко, где вы можете выбрать раздел диска и успешно продолжить установку.